Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоус говорит о евангельских заповедях и наслаждении будущими благами. Бог устроил так, чтобы мирские блага исчезали еще прежде смерти своего обладателя. А это для того, чтобы усилить в нас любовь к благам будущим, чтобы мы, пренебрегая настоящими, прилеплялись к будущему и снискали наслаждение им, чтобы, ходя по земле, сердцем жили на небесах. Бог создал два века. Один настоящий, другой будущий. Один чувственный, другой духовный. Один доставляющий телесное успокоение, другой нетелесное. Один на опыте, другой в вере. Один в руках, другой в надеждах. Одному повелел быть поприщем, другому местом награды. Этому в удел назначил борьбы, труды и подвиги, а тому венцы награды и воздаяния. Один сделал морем, другой пристанью. Один кратким, другой нестареющим и бесконечным. И так как многие люди подпочитали духовным благом чувственные, то в удел этим благом Господь назначил скоротечность и кратковременность, чтобы, отвлекши этим от настоящего, привязать людей крепкую любовь к будущим благам. А как будущие блага невидимы и духовны, и существуют в вере и в надеждах, то посмотрим, что Он делает. Пришедший сюда, приняв нашу плоть и совершив чудное то домостроительство, Господь через это будущее и благо полагает нам пред глаза. И таким образом удостоверяет грубые умы наши. Так как Он пришел, чтобы принести жизнь ангельскую, землю сделать небом и дать такие заповеди, которые исполняющие Он и уподобляли бы бесплотным силам, то и сделал людей ангелами, призвал их к возвышенным надеждам, расширил тесные поприща борьбы, повелел стремиться к Высшему, восходить к самым верхним кругам небесным, выступать против демонов, сражаться со всем воинством дьявола, имея тело и находясь в узах плоти, умерщвлять тело, прекращать волнение страстей, носить на себе плоти, в то же время усиленно стараться сравняться с бесплотными силами, так как Господь заповедовал это, то смотри, что делает, как облегчает подвиг. Впрочем, если угодно, наперед скажем о важности заповеди, о том, какой высокий полет Господь указал нам, как, выводя почти из пределов природы человеческой, повелел всем переселиться на небо, так закон повелевает, око за око, исхода 21 глава 24 стих, а Господь говорит, кто тебя ударит в правую щеку, обрати к нему и другую, Макфея 5 глава 39 стих, не сказал, перенести обиду благодушно и скротостью, но, пойди еще дальше в любомудрие, будь готов терпеть больше, нежели сколько хочется обидчику, великостью твоего терпения, победи дерзкую наглость его, пусть он удивится необычайных кротостей твоей, и с тем отойдет прочь, и далее говорит, молитесь за обижающих вас, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, 44 стих, здесь же Матфея 5 глава, предложил совет и о девстве, говоря, не все вмещают слово сие, но кому дано, Матфея 19, 12, так как оно после прислушания отлетело и удалилось из рая, то Господь, сошедший с неба, опять приводит его, возвращая как будто беглеца в прежнее отечество, и освобождая из дальней ссылки, пришедший на землю, он сам родился от девы, и переменил законы природы, а таким образом и в самом начале почтил девство, являя матерьствою девою. Итак, поскольку он, пришедший, предписывал такие заповеди, и требовал высокой жизни, то и награды давал соразмерные трудам, и даже большие и высшие, но и эти награды были невидимы, только в надежде, в вере и ожидании будущего. Итак, поскольку заповеди трудны и возвышены, о воздаянии и награды в вере, смотри, что Господь делает, как облегчает подвиг, как помогает в борьбе людям. Каким же способом? Двумя путями. Во-первых, тем, что сам исполнил заповедь. Во-вторых, тем, что показал и положил при глаза награды. Ибо одну часть его учения составляли заповеди, а другую награды. Заповедь, молитесь за обижающих вас, гонящих вас. Награда. Добудите сынами Отца вашего небесного. Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. Еще. Блажены вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 11-12 стихи здесь же. Видишь, одно заповедь, другое награда. И опять, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Матфея, 19 глава, 21 стих. Видишь, заповедь и награду. Одно повелел делать, а другое сам приготовил. И это было награду и возмездием. И опять всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, ради имени моего. Это заповедь. Получит вас сто крат, и наследует жизнь вечную. Стих 29. Это награда и венец. Итак, поскольку заповеди были важны, а награды за них невидимы, во что Господь делает, сам выполняет их на деле. И венцы полагает, нам перед глаза. Кому велят идти по непробитой дороге, тот скорее охотнее пойдет по ней, если увидит, что кто-нибудь уже пошел впереди его. Так и в отношении к заповедям. Легко следуют те, которые видят идущих впереди них. Итак, чтобы природе нашей легче было следовать, Господь, приняв нашу плоть и природу, таким образом пошел в ней и выполнил заповеди на деле. Ибо заповедь, кто ударит тебя в правую щеку твою, а брати к нему другую, он сам исполнил. Когда служитель архиерейский ударил его по щеке, он не отомстил ему, но перенес такую кротостью, что сказал, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Иоанна 18, глава 23 стих. «Видишь ли кротость, приводящую в трепет, видишь ли смирение, поражающее изумлением, получил удар, и не от кого-нибудь, какого-нибудь свободного человека, но от служителя, взросшего под бечом, родившегося в рабстве, и отвечает с такой кротостью?» Так и отец его говорил иудеям, «Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне». Михея 6, глава 3 стих. Как он говорит, «Покажи, что худо, так и отец его, отвечай мне». Как он говорит, «Что ты бьешь меня?» Так и отец, «Что сделал я тебе, и чем отягощал тебя?» Опять, когда он хотел научить нестяжательности, смотри, как сам показывает на деле ее, говоря, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея 8, глава 20 стих. «Видишь, какая крайняя нестяжательность! Не было у него ни стола, ни светильника, ни дома, ни стула, ничего такого не было. Учил он благодушно переносить злословие и показал то на деле. Так, когда назвали его бесноватым и самоленинам, он хотя и мог погубить и отомстить им за обиду, не сделал, однако же этого. Напротив, еще оказал добро им и изгнал из них демонов, сказав, «Молитесь за творящих вам напасть!» Сам испомнил это, когда зашел на крест, ибо когда его распяли и пригвоздили, он, вися на кресте, сказал, «Прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23, глава 34 стих. Говорил же это не потому, что сам не мог отпустить, но чтобы научить нас молиться за врагов, так как он не только учил на словах, но и выполнял свое учение на деле, поэтому употребил и молитву. Итак, никто из зеретиков, видя великое человеколюбие его, да не думает, будто эти слова показывают немощь его. Он сам сказал, «Но чтобы вы узнали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи» Матфея 9,6. Нет, он хотел учить, а учащий вводит свое учение не только словами, но и делами своими, поэтому он употребил и молитву. Так он умыл и ноги ученикам, не потому, чтобы был меньше их, да нет, он был, будучи Богом, и Господь только не шел до такого смирения. Поэтому и говорит, «Научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен с сердцем». Матфея 11,29. А как еще иначе он показал и положил нам пред глаза самые награды воздаяния? Послушай, обещал он воскресение тел, нетление, сретение на воздухе, восхищение на облаках, и это доказал на деле. Каким же он способом? Тем, что умерший воскрес. Для того и был он вместе с учениками в продолжении 40 дней, чтобы удостоверить их и вразумить, каковы будут наши тела по воскресенье. Опять сказав через апостола Павла, «Восхищены будем на облаках светения Господа на воздухе». 1 Фессалоникийцев, 4,17. Он и это доказал делами. По воскресенье, когда благоволил зайти на небо, он в присутствии учеников поднялся, сказано, и облако взяло из вида их, и они смотрели на небо. Деяние, 1 глава, 9 стих. Значит, поэтому и наше тело будет сообразно его телу, потому что из одного с ним вещества, ибо что с главою, то и с телом, что с началом, то и с концом. Это желая показать яснее. И Павел сказал, «Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его». Филиппийцев, 3 глава, 21 стих. Итак, если наше тело будет сообразно телу Господа, то и по ее тем же путем и так же поднимемся на облаках. Этого ожидает «Ты в воскресенье», так как слово о царстве было темно для слушавших его тогда, поэтому он, зайдя на гору, преобразился предучениками, Матфея, 17 глава, 1 и 2 стихи, чтобы открыть им будущую славу и как бы в зеркале, и хотя не ясно показать, каково будет наше тело. Но тогда явилось тело в одеждах, а воскресенье не так. Тело наше уже не будет нуждаться ни в одеждах, ни в покрове, ни в доме, ни в другом, чем подобном. Если Адам до преступления не стыдился своей ноготы, потому что облечен был славою, тем более наши тела, перешедшие в высшее и лучшее состояние, не будут ни в чем этом нуждаться. Поэтому и сам Господь, когда воскрес, то одежды свои оставил в гробе и в пещере погребенной, а тело воскресил надим, окруженным незреченной славой и блаженством, зная это, возлюбленные и будучи вразумлены словами и научены делами, станем вести такую жизнь, чтобы нам быть восхищенным на облаках, всегда жить вместе с Господом и спастись Его благодатью, наслаждаясь вечными благами. Что и да получимся мы во Христе Иисусе, Господе нашим, с Которым Отцу, со Святым Духом слава, честь, поклонение ныне, присно и во веки веков. Аминь. Богородицу и Матерь Сын